Реваншисты в ярости, пашиняновская власть старается избежать использования провокационных для Азербайджана терминов, газета Past пишет, что действующие власти своими шагами каждый день доказывают, что действительно полностью умыли руки от Карабаха. Это отражено даже в государственном бюджете Армении. В частности, правительство Армении одобрило доработанный проект закона о государственном бюджете Республики Армения на 2023 год. В числе ряда поправок бросается в глаза одно, редакторское, изменение, которое довольно красноречиво. Речь идет о том, что в статье 7 одобренного на заседании правительства 29 сентября проекта бюджета говорится, предусмотренный настоящим законом бюджетный кредит предоставляется Республике Арцах со сроком погашения до 1 января 2027 года, с годовой процентной ставкой 0,01%. Однако в принятом 1 декабря уже доработанном варианте в той же статье отмечается, предусмотренный настоящим законом бюджетный кредит предоставляется Нагорному Карабаху. То есть через два месяца после принятого предварительного варианта, Арцах стал в проекте закона о государственном бюджете Республики Армения Нагорным Карабахом. Фактически для этого правительство Арцах — не государство, а географическая территория. Кстати, вчера стало известно, что парламентская фракция, гражданский договор, предложила внести изменения в представленные оппозиции проект заявления Национального собрания и заменить словосочетание Республика Арцах на формулировку Нагорный Карабах, пишет газета. Отметим, что армянским властям следовало бы пойти дальше и вообще не использовать сочетание Нагорный Карабах, поскольку такой территориальной единицы в нашей республике нет.